День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ 1943 года. День воинской славы России. Установлен летом 2020 года. Соответствующие поправки федеральный закон о днях воинской славы и памятных датах России были внесены указом Президента Российской Федерации за номером 284 от 31 июля 2020 года. 80 лет. 9 октября Россия отмечает День воинской славы, посвященный победе советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году в битве за Кавказ. К лету 1942 года на южных участках фронта наблюдалась крайне сложная обстановка. Весной провалилось советское наступление под Харьковом и, естественно, войска фашистов воспользовались этой ситуацией. Гитлеровцы предполагали осуществить захват Черноморского побережья и портов, а также нефтеносных районов Грозного и Майкопа. Враг прорвал фронт между Курском и Харьковом и двинулся к Дону. Уже 3 июля немцы оказались на окраине Воронежа. 23 июля был захвачен Ростов-на-Дону. Перед немецкими войсками открылась перспектива захватить Сталинград и прорваться в Закавказье к Бакинской нефти. Немецкое командование назвало эту наступательную операцию «Синий план». Данные территории были жизненно необходимы для экономики СССР. После того, как Украина оказалась в руках захватчиков, Кубань и Закавказье стали главными закормами зерна и кладовыми стратегического сырья. Главнейшее положение занимала нефть Баку. С потерей этих районов положение Советского Союза становилось бы критическим. В ходе наступления войсками вермахта удалось захватить часть советских территорий. В оккупации оказались Севастополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, Элиста, Моздок. Наиболее активным наступлением немецких войск было в июле и августе, а уже в сентябре в районе Малгабека враг был остановлен. В предгорьях Кавказского хребта и у реки Терек значительная часть гитлеровцев была уничтожена. Надежда немцев, что их в этом наступлении поддержит Турция, не оправдалась. Оборона Кавказа началась 25 июля 1942 года. Регион обладал огромным экономическим значением для СССР. На него приходилось 86,5% добычи нефти. Через Кавказ осуществлялись грузоперевозки, а на огромных площадях выращивали зерно. План по захвату региона фашистскими войсками носил название Эдельвейс. Фюрер Адольф Гитлер предполагал, что трудностей при реализации плана не возникнет, поскольку рассчитывал на помощь Турции и даже самого населения Кавказа. Вторжение противник осуществил в кратчайшие сроки, намереваясь быстро захватить нефтяные месторождения и запас сырья. Однако все повернулось не так, как планировал Гитлер. Поддержку Турции и местного населения он не встретил, а советские войска оказали захватчикам героическое сопротивление. Кровопролитное сражение затянулось на сотни дней. Противостояние длилось с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года – более 400 дней. Историки разделяют битву на два критических важных этапа. В течение первых двух месяцев немецким войскам удалось занять Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, Элисту, Моздок и часть Новороссийска. Ситуация переменилась, когда фашистские подразделения подступили к Малгобеку в конце сентября. Уже к тому моменту враг понес большие потери, а 5 октября наступил переломный момент в военных действиях – разгром фашистских войск под Сталинградом. От наступления Германия перешла к обороне и потеряла свое преимущество, чем незамедлительно воспользовалась Красная Армия, сначала оттеснив немцев с их позиций, а затем и вовсе перейдя в контрнаступлению. Сухопутные войска при поддержке Черноморского флота и Азовской флотирии провели Северо-Кавказскую наступательную операцию, освободив от фашистов Моздок, Пятигорск, Кисловодск, Георгиевск, Минеральные воды, Майкоп, Ставрополь и другие города. За успешным маневром последовали Краснодарско-Новороссийская, Новороссийско-Таманская стратегические операции и разгром немцев в воздушном сражении над Кубанью. Так красноармейцы вернули под свой контроль Батайск, Ростов-на-Дону, Азов, Краснодар, Новороссийск и другие города. В феврале 1943 года с Эльбруса были низвергнуты нацистские знамена. Успешное контрнаступление подорвало силы вермахта, и все оставшееся время советская армия вытесняла врага с территории Кавказа. Заключительным этапом стало освобождение Таманского полуострова 9 октября 1943 года. Общие потери Красной Армии в битве за Кавказ составили более 593 тысяч человек, в том числе безвозвратные – более 276 тысяч. Вермахт и его союзники потеряли более 420 тысяч человек. Битву за Кавказ следует считать одной из составляющих частей общего наступления. Начался период не только отвоевывания захваченных земель и возвращения пленных советских людей, но и усиления боевой мощи и возможности на равных вступать в бои с немецкой армией. Успехи под Сталинградом и на Кавказе стали началом победного продвижения Красной Армии в Великой Отечественной войне. Одержав победу в битве, Красная Армия выдворила врага с территории Кавказа, вернув контроль над большей частью Кубани и восточным побережьем Черного и Азовского морей. Вернула СССР и свои нефтяные месторождения, и посевные площади. По итогам кровопролитных сражений более 850 тысяч бойцов удостоились медалей за оборону Кавказа в 1944 году. Почти 30 лет спустя, в 1973 году, Новороссийску было присвоено звание города-героя. Кроме того, 8 городов получили звание города воинской славы. Анапа, Владикавказ, Грозный, Малгобек, Нальчик, Ростов-на-Дону, Таганрог и Туапсе. Вечная слава и память героям Великой Отечественной войны Спасибо за внимание. Вечная слава и память героям Великой Отечественной войны